Я раньше думал, что инвестирование это только для богатых, у которых уже есть не только деньги, но и знания. И почему-то считал, что вкладывать небольшие деньги не имеет никакого смысла, так как они не позволят много заработать. Как же я ошибался. Ведь если бы знал заранее, что это все мифы, то намного быстрее достиг бы своих целей. Привет! В этом видео я расскажу, как начать инвестировать даже с одной тысячи рублей. Хотя, конечно, лучше начинать с нескольких десятков тысяч. Запомни, небольшая сумма не является препятствием. Хорошая новость еще и в том, что инвестировать можно регулярно. Тебе не стоит ждать подходящего момента, когда появится свободная крупная сумма денег, чтобы начать инвестировать. Я считаю, что можно и нужно начинать с любой свободной суммы, даже если это всего тысяча рублей. Как я уже говорил, не миллионы создают инвестиции, а именно инвестиции создают миллионы. А теперь я покажу, куда можно инвестировать небольшие деньги и каких немыслимых результатов можно достичь. Если тебе что-то будет непонятно, напиши в комментариях под этим видео. Итак, смотри, на рынке есть много доступных инвестиционных продуктов с минимальными вложениями, и ты тоже можешь инвестировать в них. По мере того, как ты будешь становиться все более уверенным в своих знаниях и навыках, можно постепенно увеличивать свои инвестиции. Никогда не забывай, что все инвестиции связаны с определенным риском, но правильный выбор финансовых инструментов и диверсификация портфеля помогут снизить риски. Самым популярным вариантом инвестиций можно смело назвать вклад в банки. Заработать на нем предельно просто. Ты открываешь счет в банке, кладешь на него деньги и начинаешь получать процент. Это очень удобно, ведь твой доход заранее известен, к тому же банковский депозит легко открыть онлайн, тебе даже не придется выходить из дома. Из плюсов еще можно назвать определенную надежность депозита, так как возврат денег вкладчикам гарантирован не только банкам, но и в определенной степени государством. Правда в ограниченном размере. Вклады с капитализацией процентного дохода или с использованием сложного процента – наиболее интересные и выгодные виды вкладов. Если коротко, механизм сложного процента – это начисление процентов на проценты. Доход растет в прогрессии. Давай разберемся на простом примере, как это работает. Предположим, ты открыл вклад на 1000 рублей и ежемесячно пополняешь его еще на 1000 рублей. Если проценты по депозиту составят 10% годовых, то через год ты получишь 14 300 рублей. Разница невелика. Ну, например, через 15 лет это будет уже 423 574 рубля. При этом внесенные средства составят 180 000 рублей, а сумма процентного дохода составит 242 574 рубля. Вот еще один пример, какой доход можно получить, если инвестировать ежемесячно. К примеру, не 1000 рублей, а 5000 рублей. Причем первоначальный вклад составит 10 000 рублей. Предположим при этом, что средняя доходность по инвестиционному портфелю составит те же 10% годовых. Теперь смотри, через 20 лет это уже будет сумма более 3,8 миллиона рублей. Так, используя онлайн-калькулятор сложного процента, можно рассчитать сумму дохода по любым своим параметрам, такими как первоначальная сумма, ставка, количество лет размещения. В описании под этим видео я приведу один из таких ресурсов, предлагающих сделать подробный расчет. Однако подобный способ вложения может быть неоправданным с точки зрения потенциальной доходности. Дело в том, что проценты по вкладам довольно низкие, практически находятся на уровне реальной инфляции, а то и сильно ниже. Поэтому много и активно накапливать у тебя не получится. Короче говоря, используй вклады для накопления инвестиционного капитала, который в дальнейшем пойдет на более доходные способы инвестирования, о которых расскажу далее. Я, например, использую депозиты для сохранения уже существующего капитала, например, для создания финансовой подушки безопасности или накопления денег на краткосрочные цели, такие как отпуск, ремонт и крупная покупка. Для меня вклад в банки – это не самый лучший вариант инвестирования, тем более нужно платить налоги по вкладам. Сами по себе сбережения на вкладах и счетах налогом не облагаются. Под налогообложение подпадает только процентный доход. О том, как правильно рассчитать налог на доход по вкладу и как его платить, я расскажу в одном из следующих видео. Поэтому рекомендую подписаться на канал, чтобы не пропустить ролик. Если же ты хочешь не только сохранить, но и приумножить свой капитал, то рассмотри фондовый рынок. Такие финансовые инструменты, как акции или облигации, способны принести гораздо больший доход. Чтобы инвестировать в эти ценные бумаги, тебе понадобится открыть брокерский счет. Это можно сделать через специализированную брокерскую компанию или банк. Главное, не забудь проверить наличие у них соответствующей лицензии. В описании под этим видео ты найдешь не только список востребованных брокеров, но и полезные видео про акции и облигации. А сейчас подробнее поговорим о каждой из ценных бумаг отдельно. Начнем с менее рискованного варианта – облигаций. По сути, это финансовые займы, которые ты предоставляешь компании или государству. В ответ они обещают выплатить их тебе с процентами в будущем. Облигации дают стабильный и предсказуемый доход. Ты заранее знаешь, сколько и когда получишь денег. В этом отношении они схожи с банковскими вкладами, так как у таких инвестиций довольно низкий уровень риска, и начать можно с минимальными вложениями. Вот только приносят они больший доход. Решить, что больше подходит тебе – банковский вклад или облигации – ты сможешь, посмотрев предыдущий ролик, где я сравнивал два этих инструмента. Однако следует учитывать, что при такой малой сумме инвестиций доходность будет невысокой, особенно после вычета комиссий и налогов. С облигаций хорошо начинать свое знакомство с фондовым рынком. Я и сам начинал с них. Но по-настоящему высокой доходности можно достичь лишь с акциями. Она может составить 10, 20, а то и 100% годовых и даже выше. Правда, гарантии прибыли тебе, конечно же, никто не даст. Многое будет зависеть от тебя лично, от твоих знаний, опыта, интуиции. На акциях можно зарабатывать по-разному. Какие-то инвесторы предпочитают пассивный доход от дивидендов. Другие зарабатывают на купле-продаже акций. Дивиденды могут выплачиваться раз в год, полугодие или каждый квартал. Периодичность, а также размер и форму выплат утверждает собрание акционеров. Здесь на канале есть отдельное видео о том, как покупать акции и жить на дивиденды. Посмотри его внимательно. На акциях реально можно заработать, но также легко все потерять. Поэтому будь осторожен. Никогда не вкладывай все свои, хоть и небольшие деньги в акции, какими бы надежными они тебе не казались. А еще откажись от использования заемных средств, особенно в начале своего пути. Как я уже говорил, чтобы начать инвестировать в акции, тебе понадобится открыть брокерский счет. Выбери надежного брокера, который предлагает низкие комиссии и хорошие условия. Некоторые из них будут в описании. После открытия брокерского счета выбери акции для покупки. Подробнее о том, как сделать анализ компании, оценить его финансовые показатели, дивидендную историю и перспективы роста, смотри уже в следующих видео. А сейчас пара слов для тех, кто ищет новые возможности для инвестирования и готов к более высокому уровню риска и, соответственно, к потенциально высокой доходности. Рассмотри вложения в криптовалюты. Если ты решишь попробовать свои силы на рынке криптовалют, ответственно отнесись к выбору крипты и самой биржи. Убедись в ее надежности, а также позаботься о безопасном хранении своих цифровых валют. На канале есть видео про инвестиции в криптовалюты для новичков. Там я подробно об этом рассказывал. В целом стоит помнить, что инвестирование – это непрерывный процесс обучения и развития. Больше полезной информации у меня на канале в описании под этим роликом. Не забудь подписаться и поставить лайк. Удачных тебе инвестиций!